Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата. И сосредоточимся на матче Локомотива и Уфы, где красно-зеленые набрали три очка, набрали их в достаточно сложном матче, но сейчас, когда на носу Лига Чемпионов, когда нужно будет разрываться на два турнира, такие победы особенно важны. В этой встрече Локомотив выпустил не самый основной состав, было много экспериментов, причем достаточно смелых, поэтому здесь на самом деле хорошо для Локомотива, что они смогли добиться победы и при этом добиться вот таким вот экспериментальным смешанным подбором исполнителей. Давайте разберемся! Но сперва хотелось бы посоветовать вам сайт Фантин, который посвящен фэнтези-футболу. Это крупнейшая фэнтези-площадка Европы, здесь вы можете собрать свой собственный состав и поучаствовать в многочисленных соревнованиях. И главное, сейчас начинается сезонный фэнтези-турнир по групповому этапу Лиги Чемпионов. Вы можете взять в свой состав грандов мирового футбола, а можете набрать футболистов из российских команд Зенита, Локомотива и Краснодара. И вместе с этой командой вы можете не просто выиграть турнир, но и заработать вполне реальные деньги. Призовой фонд данного состязания 250 тысяч евро, а победитель получит 50 тысяч. Проходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и собирайте свою команду на фэнтези-сайте Фантин. Ну и кстати, мы будем говорить не только про Локомотив, но и про Уфу, потому что эта команда тоже представляет серьезный интерес. Она проводила первый матч под руководством нового наставника Рашида Маматкуловича Рахимова. И кстати, знаете, что особенно интересно? В этой встрече Уфа сыграла с бывшей командой Рахимова. Ведь мы помним, что в свое время Рашид возглавлял Локомотив. Да, это был не лучший период его карьеры, это был не самый приятный отрезок для фанатов Локомотива и команды, потому что не лучшим образом действовал коллектив. Но все равно, эта страница была, ее не вычеркнешь, поэтому матч в каком-то смысле был особым для нового наставника Уфы. Мало того, что дебют в новом коллективе, так еще и против бывшей своей команды. Ну и касательно состава Башкира, здесь было интересно посмотреть на то, как они будут строиться. В принципе, схема не поменялась, так же, как у Евсеева 3-5-2, но при этом нужно отметить, конечно, очень любопытные нюансы по составу. Во-первых, защитная линия. Слева появился Йокич, футболист, который в последнее время больше использовался в центре защиты. На левой жебровке появлялся Азер Алиев, игрок более маневренный, более скоростной в силу своей молодости и больше населенный на атаку. А вот Рахимов сделал ставку на опытного исполнителя, который закрывал эту бровку, в первую очередь, исполняя защитные функции. Справа появился Сухов. В центре защиты, в общем-то, все ожидаемо. В отсутствии на Долчару и после перевода Йокича на левый фланг здесь появился Никитин, Плив и тут же, конечно же, Табица. В опорной зоне. Вот здесь тоже еще один интересный нюанс. Команда перешла на схему с тремя максимально оборонительными хавбеками. Камилов, Алибеков и здесь же Голубев. Да, формально Голубев может подключиться к атаке, но если судить по этой игре, он, как и весь его футбольный клуб Уфа, в основном был сосредоточен на защите. Поэтому фактически здесь была схема с тремя опорниками. Но при этом Голубев по ситуации мог выдвигаться ближе к атаке, где, в свою очередь, действовал Кротов и здесь же Жамалединов. Так что мы дождались еще одного противостояния Рифата Жамалединова и Тимура Жамалединова, почти что однофамильцев. Кстати, да, Локомотив тоже выставил своего Жамалединова в стартовом составе, что является достаточно большой редкостью по последним временам. Но давайте сосредоточимся сперва на Уфе. Здесь, конечно, заметен оборонительный крен и на левом фланге, где появился Йокиш, и в центре поля. Потому что, если посмотреть статистику, у Уфы в этой встрече, внимание, всего четыре отбора. И все четыре отбора выполнены Камиловым и Алибековым, двумя центральными хавбеками, которые как раз-таки недавно пополнили команду. Поэтому здесь мы видим, что команда сделала серьезную ставку на оборону и действовала вторым номером. Что касается Локомотива, он напротив продолжает использовать атакующую стилистику и наступательную схему с двумя центрфорвардами. Вновь появился Смолов и Эдер на остые атаки. Но все, конечно же, ждали Зе Луиша, свеженького нападающего, который, как кажется многим, может исправить проблемы красно-зеленых в нападении. На флангах появились Антон Миранчук и Жамалединов, хотя всем было понятно, что Антон будет больше исполнять функции в центре поля, нежели действовать классическим вингером. В отличие от Жамалединов, который действительно является провочником. В центре поля появился Куликов, что было также сюрпризом, и будущий герой матча Джейдош Крэйховья, которому суждено забить единственный и победный мяч. Ну и если брать Оборону, которая в последнее время очень хороша, и я напомню, Локомотив, получается, пропустил всего один мяч в последних шести встречах, вот здесь Оборона была, конечно, сверхэкспериментальной, и она вызывала больше всего вопросов. Слева Рейбус, окей, Мурило центральный защитник, тоже нормально, но дальше Лысов на позиции второго центрального защитника. Учитывая то, что он толком не играл за Локомотив в этом сезоне, и вообще игрок, он достаточно специфичный, большая часть карьеры он провел в клубах, скажем так, молодежной системы, либо в дублирующих составах, он только недавно начал свою полноценную взрослую карьеру, хотя уже далеко не мальчик, он многим казался не самым однозначным подписанием Локомотива. Многие считали, что это игрок, который, так скажем, загубил свой талант. Но вот Локомотив вернул себе своего воспитанника, между прочим, и он пригодился, по крайней мере, в этом матче. Он появился в стартовом составе и особо обедни не испортил. Ну и плюс, живоглядов на правом фланге, формально, формально, можно сказать, что тоже не самый основной футболист, все-таки, наверное, в оптимальной форме Игнатьев является номером один на правом фланге защиты. В общем, оборона несколько смущала. Но, с другой стороны, хотелось бы отметить, что эту оборону особенно не напрягали. Уфа мало шла в атаку, Уфа была малоинициативна. Ну и хотелось бы отметить ужасающую для них статистику. В этом матче 12-2 по ударам в пользу Лока и 5-0 попадание в створ, опять же, в пользу красно-зеленых. И это, конечно, говорит о многом. К сожалению, башкирская команда, что-то и в серии, что сейчас, испытывает колоссальные проблемы не только в обороне, но и в конструктиве. Команда, к сожалению, не имеет возможности для грамотной позиционной атаки, для того, чтобы взламывать соперника на каких-то комбинациях. И, в общем-то, это наблюдалось и раньше. Но вот сейчас к этой проблеме добавилось и то, что команда не имеет достаточных скоростей, чтобы выходить в контр-выпады. В прошлом сезоне, когда у них был тот же самый Урунов с его сумасшедшей моторикой, когда у них был, например, тот же самый Фомин, который также способен успешно подключаться к атакам, ситуация была в корне иной. Здесь хватало мобильности, скорости, темпа и всего остального для того, чтобы ловить соперника на контр-выпадах. Плюс периодически слева в обороне появлялся то круговой, то Терентьев, крайние защитники из Зенита арендованные, которые могли очень здорово, опять же, разгонять наступление по своей бровке. А здесь что мы видим? На обеих бровках действуют старики-разбойники Сухов и Йокич. И, учитывая то, что у нас сейчас сложный момент сезона, предыдущий чемпионат только закончился и через неделю с небольшим начался новый. Конечно же, ветераны на фоне всего этого испытывают колоссальные проблемы с формой. Поэтому у Уфы просто не было активных бровок. Ну и плюс к этому центр поля оказался слишком оборонительным. Голубев, конечно, пытался кое-как помогать атакующей группе, но этого не хватало. Ну а касательно наступления, знаете, сколько бы Уфа не меняло нападающих впереди, а до сих пор никто нормально заиграть не может. Тот же самый Жамалединов. Как видимо, так и останется навеки постоянно молодым, постоянно перспективным, который никак не может вырасти в серьезного исполнителя. Поэтому вот эта уязвимая оборона Локомотива не могла вообще прочувствовать игру в этом матче. До них игра не доходила. И здесь Уфа не смогла напрячь вот эту смешанную защитную линию. Хотя, по сути своей, она, конечно, была уязвима. При этом хотелось бы отметить, что у Уфы был шанс взять свое за счет примитивного силового футбола, но у них недоставало мощи впереди, недоставало сильных крепких атлетов. А вот у Локомотива были собраны достаточно высокие ребята в обороне, и как результат, процент выигранных верховых единоборств здесь был в пользу красно-зеленых. 63 на 37. То есть ни комбинации не проходит у Уфы, ни контратаки, ни соловая игра. И преимущество по стандартам опять же на стороне Локомотива. Они в том же первом тайме подали множество штрафных, свободных, угловых, но, правда, с реализацией были проблемы. В общем, здесь нужно констатировать, что у Уфы колоссальные неприятности не только в защите, но и в креативной группе. Ее просто нет. При этом до поры до времени команда Рахимова держала оборону. Как и ожидалось, Уфа отдала мяч своему сопернику. 37% владения всего лишь у Башкир, 63% у москвичей. И, конечно же, Уфа запиралась в этой своей схеме с тремя центральными защитниками, с тремя опорниками. Максимально плотно они держались, да и Жамалединов с тем же Кротовым помогали в прессинге своей команде. Но здесь решил исход матча момент с заменами. Потому что, когда Уфа не могла выпустить никого толком, потому что у них нет мощной скамейки запасных. И первая перестановка, например, это выход Сесуева в нападении. При всем уважении футболист уже на спаде. Футболист после тяжелой травмы, растерявший свою скорость и не способный сейчас взорвать игру и изменить ход встречи. А вот Локомотив выпустил двойной перестановкой Зелуиша и Рыбчинского. В итоге Рыбчинский стал лучшим созидателем матча с двумя ключевыми передачами. И это причем на таком коротком отрезке времени в концовке встречи. А Зелуиш своим прессингом обеспечил победу своему коллективу. С другой стороны, здесь, конечно, нужно отметить Беринова, который накосячил и, находясь под этим прессингом, ошибся и отдал фактически мяч сопернику. Ну а дальше Зелуиш выкатил Крыховьяку. И вот, пожалуйста, 1-0. Единственный и решающий мяч в этой встрече. Потому что, когда атакующая игра не идет ни у той, ни у другой команды, по большому счету, здесь все решают именно ошибки и вот такие единичные ситуации, когда можно забить. И следует отметить, что Беринов, которого я хвалил, хвалю и буду хвалить дальше, пока он не упадет, скажем так, в своем уровне игры, здесь он, конечно, команду подвел. Но это не отрицает того, что в целом по этому сезону он показывает отличное качество футбола на посту номер один. И я считаю, что это по-прежнему один из лучших галкиперов страны, если не самый лучший. Ну а индивидуальные ошибки, они бывают у всех. И здесь нужно смотреть на всю ширину сезона, а не на одну вот эту вот отдельно взятую ситуацию, когда Беринов действительно накосячил и действительно, можно сказать, помог Локомотиву добиться этой тяжелой, но очень важной для них победы. В результате 1-0 не самая яркая и интересная игра, но для красно-зеленых сейчас самое важное – это набирать очки и готовиться к Лиге Чемпионов. Они пока что с этой задачей справляются. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.